здравствуйте богдан спасибо за то что согласились прийти к нам поговорить я всегда соглашаюсь тем более да тем более что говорить есть о чем вот старт политическому году уже дан и как вы его оцениваете этот старт ну как оцениваю знаете с одной стороны есть позитивные тренды они уже видны и они видны в том да что власть наконец обрела определенную вертикаль и власти обретает определенные черты монолита в том плане что существует сотрудничество реальное сотрудничество между парламентом между правительством и между президентом нет вот этого что было у нас до сих пор да когда вот 3-4 партии пилят там министерство пилят схемы пилят деньги пилят одно другое ссорятся между собой президент воюет с парламентом вместе они с правительством и в результате страдают люди все воруют никто не виноват перетитывают друг на друга сегодня у нас этого вроде бы нет в том плане что есть сотрудничество действительно между игорем додоном с питером гречана и господином тику тем более что эти три политических деятеля они же работали вместе еще при правительстве партии коммунистов зина петровна была премьер-министром игорь дон был вице-премьером и министром экономики а господин тику руководил соответственной структурой примен экономики и безусловно когда есть команда общая когда есть общий психологический общая психология давайте тогда сработались люди то и работа идет легче это с одной стороны с другой стороны благодаря этому уже мы видели как быстро был принят бюджет государственный бюджет и бюджет к нам и бюджет к нас и и так далее и самое главное да что наконец-то президенту удалось удалось да вот во всей этой монетаристской политики в этой политике да либеральной которые были все эти годы дикого либерализма которые привели вот к этому дикому капитализму захвата государства и так далее наконец-то удалось да дать определенные черты социального государства которая то есть той социальной политики которая частично которую частично удалось во времена партии коммунистам там особенно в 2001 пятом годах и не только то есть я имею ввиду вот эти семьи социальных инициатив да я понимаю президента и правительства я имею ввиду что наконец-то вот за последние 10 лет удалось внедрить законодать эту инициативу двойном индексирование пенсии да то есть два раза в год наконец-то удалось и я рад этому да что инициатива президента по компенсации за тепло до 350 до 500 лей удалось провести и в эту инициативу о том что при умершем супруге один из супругов получают пять лет его пенсию и рост заработных плат реальных на 10 процентов фактически по всем секторам и в медицине и в других секторах и особенно радует тот факт да что удалось повысить и определенные социальные выплаты пособия инвалидам разным участникам военных действий и так далее то есть вот этот момент вот этот момент да то есть что государство государство поставил акцент на социальную политику это действительно очень позитивно особенно вот учитывая все эти годы что творилось это первый момент и то есть второй момент а третий момент что мы видим определенные определенные скажем так контуры новой экономической политики которая завязана на интенсификации экономического роста усиление экономического роста за счет государства виной политики за счет государственной политики то есть за счет крупных инфраструктурных проектов которые государство хочет хочет запустить уже начиная с марта с апреля я имею ввиду вот этот кредит в 300 500 миллионов которые сейчас обсуждается с россией с китаем с турцией и так далее и вот эти не все так оптимистично смотрят знаете они они были они по-любому во всем были пессимисты я могу создать такой список помните моя санду как кричала что не будет газа что газ подорожает они даже говорят что почему газ не дорожает что происходит что за беспредел почему тихо и не разрешает господин парликов парликов буквально позавчера и вот тот факт что государство становится механизмом экономического роста участником экономических процессов государство становится стимулятором экономического роста и главным фактором экономического роста меня отрадует и еще один момент четвертый что наконец-то сегодня республика молодого благодаря взвешенной внешней политики имеет возможность отручить с востоком и западом и главное самое главное да что мы сегодня пытаемся компенсировать те те огромные пробелы которые у нас были на восточном направлении быстро пару примеров дам это и кредит из российской федерации сейчас это возможность инфраструктурного кредита крупного из китая это кита это турецкие инвестиции обратите внимание вон уже достраивается камрадский по моему стадион до 7 миллионов евро подарок радоган и более того вы видели вы видели мы подключились к евразийскому экономическому банку и он уже запускает здесь интересные инфраструктурный хаб и проект республики молдова то есть мы сегодня имеем возможность буквально за один год усилить экономический рост и об этом и об этом ясно заявил господин премьер-министр тику хоть это кажется фантастичным да но те цифры которые он представил меня частично радует да что действительно возможно вот усиление роста усиление в отношении того даже не заявление господина кико вообще как бы в отношении правительства принято говорить уже спустя сто дней чуть-чуть ну да мы возможно подробнее с вами еще как-то поговорим по этому поводу но я вам благодарна за то что вы как-то вот так вот основные направления дискуссии так получилось вашем ответе в принципе сейчас обозначили у меня есть еще конечно в дополнительные вопросы давайте вот так вот потихонечку разбирать начали с президента ну да да но ведь смотрите буквально с начала года началась кампания по вашему же меткому определению такого чернения вот так ее назвали до главы государства то есть мы видим там фотографии какие-то от какие-то подсчеты какие-то финансы постоянно вот все вы крутится вокруг того что вот президент какой вот он такой вот он сякой вот он и таки давайте так кто за этим стоит и чего хочет собственно говоря этим добиться сейчас это очень просто понимаете все это началось с момента ну все все три года это было это понятно и уголовные дела с финансированием по срм и додона и уголовные дела на депутатов по срм и попытки устроить там аварии с участием семи президента и очень-очень многие провокации и так далее и отнятие полномочий президента и временное отстранение там его блокировала блокада да когда ему просто не разрешали выезжать за границу то есть не ставили даже не передавали приглашение на выступление в уон там и так далее то есть все эти три года президента постоянно ограничивали постоянно его изолировали постоянно нашла компания постоянного чернения и самое интересное не его одного его семьи его супруги его детей его матери когда забрасывали понимаете в огород в двор его матери забрасывали листовки додон там такой сикой вор бандит и так далее да вы представляете себе вот когда твоя мать допустим да я образно говорю со зрителем сейчас вот вашу мать атакуют издеваются и так далее да ну ладно сейчас что произошло было падение правительства санду 12 ноября понятно что моя санду спровоцировала это падение правительства почему рейтинг у нее был относительно высокий ну грубо говоря если у додона 45 у нее в зоне тридцати двух процентов да то есть вы стабильное второе место стабильное второе место но начались проблемы были проблемы было стопроцентная уверенность что транзита газа через украину не будет это раз два газ подорожает на 50 70 процентов об этом говорили все экономисты понимаете три после этого пойдет массовое подорожание обвальное повышение цен более того упал упали темпы экспорта в европейский союз упали грузоперевозки упали трансферты гастарбайтеров из-за границы то есть все это говорю о том что майя григорьевна может иметь проблемы с рейтингом в президентский год она же себя видит президента поэтому ей нужно было срочно соскочить из правительства но соскочить не как лузер да не как неудачник и так далее а как жертва как честный пример борец коррупции поэтому она из кинула эту комбинацию с прокурором с законом о прокуратуре согласно которому она назначает прокурора она снимает прокурора да она мониторит прокурора то есть она собой смещает подменяет собой прокурором насладеем прокурором мы не могли этого позволить и безусловно попали в как в некий капкан можно сказать санду потому что она хотела чтобы ее отправили в отставку. Ее отправили в отставку, она сегодня везде отрубит. Вот, я хотела там всех посадить, всех, кроме членов ПАС, понятно. Я хотела там у всех отнять бизнес, то есть вернуть бизнесы народу, поднять зарплату, но мне помешали. Вот она сейчас жертва, она на белом коне, но есть Дадон с огромным рейтингом, понимаете. Рейтинг, который на треть выше, чем у Майи Григорьевны. Что делать? Надо очернить, надо дискредитировать, надо уничтожить любыми путями. Поэтому были запущены несколько фишек. То есть вы там видите, вот оттуда, что называется, ветер дует. Оттуда дует ветер. Майя Санду потеряла должность премьера, а Дадон сохранил должность президента. И у нас президентский год, а Майя Санду видит себя. Поэтому она должна уничтожить Игоря Дадона любыми путями. Поэтому их прокурор 17 ноября Андрей Настас обратился в антикоррупционную прокуратуру. Где начальник этого ведомства, плахопрокурор, назовем вещи своими винами, верил Морарь, который был назначен господином Настаси, грубо говоря. То есть он был назначен его прокурором Дмитриру Робаку, который человек Настас. Он возбудил по новой это уголовное дело, которое тянется с 2016 года. Четыре года мусорит. О внешнем финансировании. О якобы внешнем финансировании по СРМ. Еще в 2016 году это дело, понимаете, грубо говоря, открыл Плохотнюк для того, чтобы угрожать партии. И в отместку за то, что мы тогда проводили протесты против кражи миллиарда, за распуск парламента, за все эти вещи. И в отместку за это нам Плохотнюк тогда открыл. Дело это вот так мусорилось. Не было никаких доказательств. И вот оно лежало, так лежало. И сейчас Настаси с подачи Майя Санду вновь обратился в антикоррупционную прокуратуру. И вновь началась эта массированная атака с финансированием по СРМ. Которая является фейком. То есть фальшивкой. Нет ничего. Нет ни одного доказательства. Нет ни одной копейки, ни одного лея из-за границы, которые мы бы получили в наши избирательные фонды. Фонд президента или фонд партии. Или кто-то из нас получил бы из-за границы деньги и вложил бы их в партию. То есть это первое было. Финансирование по СРМ. Вторая линия атаки пошла вот с Зиару Дегарда. Вы увидели, наверное, это. Это газета, как и Молд Стрит, и как и другие. ТВ-8, там журнал ТВ, ТВР, про ТВ. Это медийный картель Майя Санду. Грубо говоря. То есть это телевидение и эти СМИ, образно говоря, состоят в Соросовской сети. В сети Сороса. Они получают деньги от Европейского фонда за демократию, Европейный даумент for democracy, от Национального фонда за демократию и от фонда Сороса. Все эти фонды поддерживают Майя Санду. И вот они начали кампанию по чернению Игоря Додона. Что, дескать, вы видели, что на днях появилось, что Додон отдыхает. Взяли просто личные фотографии человека, где вся его семья. Кто в купальниках, кто в шортах, кто в плавках, кто там пьет вино. Понимаете, это твои личные фото, твоя личная жизнь. Они все это выставили, понимаете. Взяли самые неприглядные фотографии, самые интимные. Все это выбросили под предлогом, что вот видите, президент, вы голодаете, а президент Додон отдыхает, жирует. Но дело в том, что фотографии с 2009 года. Это раз. Два. Фотографии стянул некий Григорьев, член нашей партии, ближайший человек Илана Шора. И меня удивило, что вот ТВ-8, Анджела Гонса, Наталья Мораль, другие там журналистки взяли и тоже стали это крутить, раскручивать. Ребята, я сам себе, я был в шоке, когда это увидел. А знаете почему? Я вам объясню. Да, я видела, я читала. Да, самой Гонса мужа сняли в интимных видео, понимаете. И это снял Шор и бросил по всей стране. И вы, ребята, потом сами же делаете то же самое по отношению к Игорю Додону, к президенту страны. Ну это просто, как вам сказать, это дичь. Это не то, что аморально и не по христианству. Нет, это за гранью добра и зла. И вот эти линии продолжаются. Появились с подачи блока АКУМ. Я убежден в этом, что это только с подачи блока АКУМ. Появились сейчас фейковые сайты. Куча сайтов. Вот я сегодня прочитал 5 новостей. Первая новость. Додон, Игорь Додон развелся с супругой. Я вам честно говорю. Вторая новость на этом же сайте. Цена медполиса увеличится в 3 раза. Третья новость. У людей, у которых есть животные домашние, им увеличат налоги в 5 раз. Четвертое. У бабушек, у которых дети, у граждан, у которых дети работают за границей, им запретят получать помощь от своих детей. Меня удивляет, что вы все это запомнили. Богдан, ну просто шок. Шок, шок, шок. Другая новость, что президент умер. Я вам честно говорю. Это за гранью добра. И вот это идет постоянный поток. Богдан, это к выборам они так готовятся? Да, выборы уже начались. Давайте так, грубо скажем. Предвыборная кампания. Это уже запуск, это реальный запуск предвыборной кампании. И каждый день эти господа, вы что, не видите бог о ком? Каждый день выходит с декларациями, каждый день выходит с пресс-конференциями. То они говорят, что не будет газа. И этот Дон виноват. На, вот, есть газ. То они кричат, что вот в Россию есть проблемы с транспортами, с дозволами. Вот, принесли тысячу дозволов. То они переживают по поводу кредита. Вот недавно господин Алайба выступал. Но, что они могут сказать в ответ? Они в ответ, наверное, сказали бы так. Ну хорошо, а вот вы социалисты, вы такие-сякие, этаки. Вы всегда говорили, что нет бинома Плохотнюк-Дадон. А вот они, вы же читаете, да? Все время, в последнее время, значит, стали упирать на этот момент, что этот бином был, более того, он существует. И по-прежнему есть некие какие-то договоренности. И вот именно этот момент они все время раскручивают. Я понимаю, что как-то вам нужно отвечать на вопрос, какие отношения у социалистов сегодня с демократами. Надо. Потому что надо понять, что это вообще-то такое получилось у вас за большинство. И как-то надо отвечать по поводу вот этого бинома, который якобы еще существует. Что на это можно сказать? Знаете, я всегда смеялся по поводу этого бинома. Когда господин Настаса говорил про бином, я всегда отвечал, господин Настас, а кто имел бизнес с Плохотнюком, Дадон или вы? Ваш, на наш Виктор Цопа был коакционером в БМИ и в Виктория Банк вместе с Плохотнюком, да? То есть мы делали бизнес с Плохотнюком или вы? Это раз. Насчет Майсанду, а кто был в правительстве с Плохотнюком? Мы или вы? За кого призывал Плохотнюк лично голосовать на должность президента? За Дадона или за вас? А кто голосовал за Канду с Питера? Мы или вы, Майя Григорьевна, поднимали руку? И кто распиливал вместе с Плохотнюком, понимаете, в секретных соглашениях 2010 года юстицию, подчинял государство, захватывал государство? Мы или вы? И кто впервые заявил о краже миллиардов? Мы заявили? Или вы? Вы находились в правительстве? Когда мы заявляли о краже миллиардов, когда мы делали митинги, когда нас избивала полиция, понимаете? Мы сидели перед год в палатках, мы, в том числе и Настаса, надо признать и так далее, а Майсанду находилась в правительстве, у нее проблем не было тогда, что она с Плохотнюком. И более того, все же понимают, что Дадон отправлял Плохотнюка в отставку с должности зам с Питера еще в 2013 году, в 2013 году, отправлял в отставку правительство Филата, правительство Лянка, правительство Стрельца, понимаете? Майсанду никогда этого не делала. Она находилась в правительстве, которое мы отправляли в отставку за коррупцию. Она находилась в четырех или в пяти правительствах. И в правительстве Филата, и Лянка, и Габурича, и госпожа Снегур, да? Как зовут фамилия, точно не могу вспомнить. И так далее. Она была во всех этих правительствах. Более того, более того, насчет Бинома скажу вам так просто, что мы всегда находились в оппозиции к Плохотнюку. Нас всегда Плохотнюк мочил, открывал уголовные дела на ПСРН, на президента. Он не обращался в прокуратуру на Майю. Покажите одно уголовное дело, в адрес Майи Григорьевны. Покажите одно уголовное дело, в адрес одного депутата ПДС, да? Партия Акцюня, ПАС, да? Майя Санду. Одно уголовное дело. Покажите хоть одно действие Плохотнюка против Майи Санду. Хоть одно. Против нас тут. Смотрите, сколько грязи. Смотрите, сколько уголовных дел. Смотрите, сколько отнятий полномочий, аварий, проблем. Все, что хочешь. И более того, Додон в 2013 отправил Плохотнюка в Осадку, Додон в 2019, понимаете, создал альянс с Майей Санду и изгнал Плохотнюка из власти. Не будь, не будь Додон, будь другой, типа, Тимофти, там, или Димпу и так далее, Плохотнюк бы сидел до сих пор у власти, понимаете. Этот парламент был бы распущен, были бы досрочные выборы, и Плохотнюк бы еще 20 лет рулил. И последнее, насчет Бинома, чтобы закончить, хочу вам сказать, что нынешняя власть обратилась в Интерпол по поводу Плохотнюка, это раз, два. Повторно. Повторно, два раза. И по поводу Шора, и по поводу Суфи. И были арестованы активы Плохотнюка. А насчет вот этого альянса, как говорят с ДПН, да нет, сегодня. Что это за большинство? Фишка, знаете, в чем? Вот Генпартия говорит, что мы не у власти, мы в оппозиции. У них нет ни одного представителя в правительстве, так? Это раз, два. Нет ни одного соглашения о парламентском большинстве. С АКУМом у нас было некое подобие соглашения. Как и в альянсе АЕ1, АЕ2, АЕ3, всегда есть соглашения. За это голосуем, за это не голосуем. Хорошо. Разделяем. Этого нет. Нет соглашения. А почему нет? Нет соглашения. Нет большинства. Потому что нет парламентского большинства. А народ интересуется, почему, собственно говоря, не оформляются вот эти вот какие-то моменты? Почему? Потому что, как вам сказать... Кто не хочет? Или не время? Или еще что? Дело в том, что у нас с ДПМ очень много есть, как вам сказать, идеологических отличий. Это раз, два. Ну, то есть, мы были за Еврозес, да, и выступаем до сих пор за взвешенную политику, ну, за углубление сотрудничества с Еврозес, за русский язык. И с Россией. Да, и с Россией, и социальное государство, и нейтралитет, и православие. И этого, ничего этого, из этого нету Демпартии, кроме нейтралитета. Все остальное, они... Филипп считается... У нас есть совпадение, по идее, независимости государства, у нас есть совпадение, что мы должны сегодня обеспечить стабильную власть для того, чтобы продолжить определенные экономические реформы, программы и так далее. Все. По другим пунктам у нас нет никаких совпадений. Никто не хочет говорить, что это все-таки и уязвимость для социалистов, потому что... Знаете, вы... Неоформленный брак, как вы говорите, да, это как-то... Я понимаю. Всегда возможность того, что один из супругов будет вести себя свободнее. Так более того, в этом-то и суть... Тем более, если его хотят другие, да? В этом-то и суть, что уже, когда в тот день, когда 12 ноября, когда пало правительство Санду, вышел господин Игорь Гросу, да, целый зампредседателя ПДС Майя Санду, и из трибуны парламента сказал, вы, демократы, чуть-чуть хотя бы, ну, хоть приличие ради, губы покрасили, реформируйтесь, и мы вас ждем в альянс, в открытый, честный, юридически оформленный альянс партии демократическое, да, действие, или как они там называются, этот ПАС. То же самое, то же самое, неоднократно заявляли и другие лидеры, лидеры блока АКУМ. Троян Баси, уже и внешние игроки стали призывать демократов вступить в альянс, они толкают, да. И сама Майя Санду говорила, что мы, в принципе, не против, но пускай они отреформируются немножко. Имеется в виду что? Чтобы Канду ушел из ДПМ, из этого парламентского, из этого парламентской фракции ДПМ, чтобы он ушел, вот я так предполагаю. Они это понимают под реформой ДПМ. Ведь сегодня сама демпартия продвигает, да и блока АКУМ продвигает, что Плохотнюковская группировка ушла. Плохотнюк не контролирует демпартию. У Плохотнюка в демпартии сегодня два человека. Это господин Канду, его финн, ну это уже каждый дурак понимает, да. И второй это господин Владимир Чеботарь, бывший министр юстиции, начальник штаба избирательного и так далее. Эти два человека являются прорумынских взглядов, как и блока АКУМ. Они за НАТО, они за евроинтеграцию, жесткую причем, да. Они за активную русофобию. И они искренне ненавидят Игоря Николаевича Дадуна и партию социалистов. Они искренне ненавидят, понимаете. И безусловно, они ходят на все каналы блока АКУМ телевизионной, которую я назвал до сих пор. И активно, активно, как вам сказать, ну продвигают совместную повестку. И безусловно, вы же видели декларации, когда вы меня спрашиваете, что мы в Альянсе. Я вас спрашиваю, как это оформляется. Когда спрашивают, что мы в Альянсе или не в Альянсе, да. Господин же Стурза, и он Стурза, да, целый бывший премьер, человек, который знает кое-какие информации, владеет имя. Он заявляет, что в апреле это правительство упадет. Демократы объединятся с блоком АКУМ, форматируют власть, Дадона там в той или иной форме уберут. И вот когда эти заявления слышат в партии социалистов, какие реакции сразу возникают? Знаете, а какие могут быть претензии к демократам, к которым мы находились в оппозиции, которых мы обвиняли в олигархических замашках, в захвате государства и так далее, какие могут быть альянсы с ними? С ними альянса нет. Это сиюминутное большинство, которое, я вам объясняю, приходит правительство в парламент и говорит, вот и мы за повышение социальных выплат. Демократы голосуют. А КУМ тоже голосуют. Они же голосовали за бюджет к нам, за бюджет медицинского страхования. Они голосовали за бюджет социального страхования. Я не помню, если за госбюджет голосовали. По-моему, нет. За эти два документа они голосовали. Они голосовали. Часто они приходят со своими, при правительстве приходят с какими-то инициативами, а КУМ голосует. То есть у этого правительства по каждому законопроекту должно быть большинство. По одному проекту может быть большинство, по другому не может быть большинство. Это ситуативное, зыбкое большинство, которое в любой момент... То есть вы к этому готовы, если последние какие-то... Это был важный момент. Готовы, не готовы. Ну, знаете, я вам скажу так. А зачем демократам идти во все эти комбинации с Майей и Санду, понимаете? Я понимаю, сейчас не нужно. Вы мне задали вопрос, позвольте ответить. Сейчас не нужно, потому что они боятся все-таки выборов. Конечно. К ним они, на мой взгляд, совершенно не готовы. Сейчас имеют 30 мандатов, 29 будут иметь 10 мандатов. Мы же с вами знаем, Богдан, что если кто-то скажет «надо», то, знаете, партиям придется в какой-то момент, очевидно, сказать «да». И мне кажется, что вы даже понимаете, кого я имею в виду. Я понимаю, кого вы имеете в виду. Но дело в том, что сегодня демпартия, там же нет единой фракции как таковой. Сегодня даже нельзя говорить о демпартии. Это правда. Потому что там несколько фракций. Там и бизнесмены, там и эти два товарища Плохотнюка, там и группировка Дьякова, там и независимые депутаты. Там и бывшие коммунисты. Там и бывшие коммунисты. 14 или сколько их там человек, не помню уже. Раньше было 14, сейчас поменьше. Сейчас поменьше, да. Сейчас поменьше. Но все равно. Это разные группировки. Хорошо. У них разные интересы. Давайте, раз мы говорим о различных проблемах и угрозах даже, которые грозят партии социалистов в этом политическом сезоне, я назову еще такую. Смотрите, как самоорганизовались унионисты. Блок тут себе создали. Там одна партия. Блок универа? Да, да. Одни там не входят. Входят. Дело не в этом. У них появляются новые лидеры, что-то делают, там говорят. Я понимаю, что это совсем как-то, мягко говоря, левым не нравится, то, что происходит. Но ситуация в том, что ведь скажут так. Помните, как в том фильме? А скажут так, что это все было при правлении социалистов. Чем можно объяснить такой рост при правлении социалистов? Именно унионистских организаций. Знаете, правление социалистов, грубо говоря, если можно его назвать таковым, всего два месяца ему. С 15 ноября, по-моему, когда это произошло. Ну, чистое, да. Это раз. Два. Давайте не забудем, что при правлении самой мощной левой партии Русского ПКРН мы имели Рожку в парламенте, который имел свои 12 мандатов железных. Правильно? Да. Правильно. Ну, не всегда 12 и 8 было временами, но... Ну, 12 мандатов железных, да, они присутствовали. Но, тем не менее, он присутствовал, да. В 2010 году, после 7 апреля, вы помните, мы имели 7 апреля, туда-сюда те выборы, и в парламент прошла опять... Прошла либеральная партия с 15 мандатами. Вначале они взяли Тишинев, по полной глупости, вот, руководство партии коммунистов. Ну, давайте, согласимся, Юрдан, те перчатки и так далее. Я согласна, да. Кандидатов каких они выдвигали. Да, нет, это ужас был. 15 человек. Потом ЛДПМ, да, там тоже было унионистское крыло, там тоже 15 депутатов. То есть унионисты возросли почти в два раза до 15-20 депутатов. Все это время у них в парламенте либеральная партия с 2009 по 2019 год, они имели представительство. И вот только в этом году фактически нет ни одной унионистской, я имею в виду жестко, в чистом виде унионистской партии, нет. Да, мы имеем унионистов в парламенте. Это и господин Редница, и господин Цикут, и госпожа Чобану Мария, и так далее. И даже Майю Санду можно считать латентной унионисткой, да, можно считать, хотя она заявляет, что она за Европу. То есть у нас сегодня в парламенте унионистских партий, унионистской партии, вот либеральной там или другой, нет, нет. Более того, унионисты проиграли город в 2018, да, Тишинево. Тогда на тех. Тертуах тогда не было, Мунтиану не прошел, те не прошли. Сегодня в 2019 они опять, вы же видели, Тертуах набрал 10, ЦИКу набрал там 5, чтобы не соврать сейчас. Ну, пояснение ваше, понимаю. То есть они проиграли город, они проиграли парламент. Сегодня у унионистов, грубо говоря, нет ни одной унионистской партии, которая сегодня может пройти в парламент в случае досрочных выборов. Ни один опрос, абсолютно ни один опрос, не дают им ни одной партии правого фланга сегодня, правого радикального, не имеет более 3%. Да, они объединились в этот конгломерат, вот эти 5 партий, да, мардинальных сегодня, либеральная партия, национал-либеральная, там еще какие-то, 3 даже не, демократия, демократия, кассы. Они в совокупности все вместе имеют там рейтинг Тертуах 2% по стране. У этих партий в совокупности 3% по стране. А знаете почему? То есть все равно в парламент не проходит? Не проходит. Тем более, если они объединяются как блок, они должны набрать сколько там, по-моему? 6% по-моему или 9%, не знаю, что такое. Что-то в этом роде, да. А, объединяются в зависимости от того, сколько партий. Да, от количества, да. То есть они еще больше, они не 5 там, а в зоне 9. Так вы понимаете, как им набрать? Лидера нет рейтингового, рейтинга самого нет у этих формирований, они скомпрометированы. А третье, самое важное, почему они не могут сегодня пройти в парламент? Дело не в ПСРМ, не в ДПМ. Дело в том, что существует блок АКУМ. Существует Майя Санду и Андрей Анастасов, которые просто поглотили, вот все это раздробили и поглотили, уничтожили на сегодня унионистское поле. И сегодня многие унионисты проголосовали, проголосовали за блок АКУМ. Почему это произошло? Потому что Димпу в 2016 году проголосовал за правительство Филиппа и подыграл Плохотнюку. И в этом все были разочарованы, это раз. Едва коррупция Димпу и Тертуак, вот в мэрии все, что творилось, этот хаос и коррупция, очень разочаровало унионистов. То есть унионисты для своего возрождения должны сегодня не только объединиться и найти лидера, не только иметь поддержку Румынии, они должны сегодня бить по блоку АКУМ и по Майе Санду. Сколько существует Майя Санду с ее рейтингом в 20-30 процентов, столько времени, знаете, под сильным Баобабом, как говорят, цветы не растут, потому что этот Баобаб все высасывает. Так и Майя Санду. Под ее тенью все эти унионистские партии распыляются в дребезги и они не могут вырасти. Они не могут вырасти из-за этого. Да, я понимаю сейчас о чем вы говорите, но если вы начали говорить о поддержке, то давайте так, вот блок АКУМ, при всех их недостатках они всегда говорят, что у нас есть одно достоинство граждане. Европа нам поможет, Запад с нами, а там где Запад, там и Соединенные Штаты Америки. Вот смотрите, когда вы отвечали на мой первый вопрос, вы в качестве такого достоинства назвали то, что вот сейчас, смотрите, взвешенная внешняя политика, есть возможность ее проводить. Так почему тогда при такой взвешенной политике, которую предлагает нам нынешняя власть, люди уверены, что поддержат строго их, не Республику Молдова, а именно представители блока АКУМ, Майя Санду и уже с ними? Давайте с этим разберемся. Знаете, дело в том, что политические процессы, здесь есть два аспекта. Первый, конечно, существует определенная геополитическая конфронтация Востока с Западом, грубо говоря. То есть Россия с Соединенными Штатами и так далее. То есть геополитический консенсус ушел в историю? Геополитический консенсус, ну нет, он был временный против Плохотнюка. И тоже ситуативный получился. Ситуативный получился. Попытались мы этот консенсус проводить, но Майя Санду его понимала по-своему. Она понимала это как сближение с НАТО, как продвижение евроинтеграции, как принятие постановления 23 августа о уравнивании сталинизма и нацизма без консультации с нами, понимаете? Вот это геополитический консенсус? Не знаю. Но есть конфронтация геополитическая. И, соответственно, Запад продвигает своих, Восток продвигает своих. Турки, вот китайцы уже вырисовываются на горизонте. Турки начали активно в Гагаузии. Очень активно турки. Не только в Гагаузии, они вообще в Молдове. Русские, Россия здесь всегда участвовала. Сейчас и Украина начинает, понимаете, свои продвигать интересы. И не только в Приднестровье, но и в Молдове. И вот во всем этом, скажем так, пересечении и конфликте интересов, они, понятно, что продвигают своих людей. Они продвигают свои проекты, свои неправительственные организации, свои СМИ, свою повестку, свои корпорации, да, которые, вы видели, кто-то там берет в концессию аэропорт, кто-то там берет через Международный валютный фонд, подписывает с Майя Санду, что мы обязуемся приватизировать всю банковскую систему. И так далее. Они работают теми инструментами, которые есть. И поэтому Майя Санду, которая училась в Соединенных Штатах, которая работала в Всемирном банке с офисом в Соединенных Штатах, да, которая, как вам сказать, была целым, 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 почетным председателем, сената, председателем, непочетным, председателем, сената фонда Сороса. Вы понимаете, что такое фонд Сороса? Да, ясно. Я, правда, финансово это, правда, никогда, слава богу, не чувствовала, но я понимаю. И более того, эта партия, ПДС, да, как и ППДА, они являются частью Европейской народной партии, где, грубо говоря, рулят немцы. Грубо говоря, рулит, грубо примитивизирует, рулит Ангела Меркель. И Майя Сандо, с Ангела, и Меркель, и с немцами, и со всеми этими фондами на «ты». Потому что она руководила этими фондами, она работала в международных финансовых структурах, типа Всемирного банка, да. То есть, и она сегодня часть Европейской народной партии, самой мощной партии в Европейском Союзе. Поэтому она и говорит, что я представляю Запад, да, Запад мне поможет. И она права в том плане, что она является одним из представителей Запада в Молдове, да, самым влиятельным. Но как поможет Запад, вот в этом другой вопрос. Потому что в экономику Молдовы прямые иностранные инвестиции вы видели все эти годы. Самые большие были при Доне в 2008 году, это 708 миллионов долларов прямые иностранные инвестиции были. Сегодня при Мае-Санду, и при Филиппе, и при Филате, и так далее, в зоне 200 миллионов, а то и меньше, а то и меньше. Где инвестиции, ребята? Где, скажем так, рабочие места? Где огромные вливания в бюджет Молдовы, да? Ведь финансовые вливания в бюджет составляли от Запада, от Запада вообще, а внешние вливания. 10-12 процентов, да. То есть, где, где помощь? Почему люди убегают? 108 человек каждый день убегают из Молдовы. И вот на этом фоне весьма любопытно мне кажется... Где помощь Запада, чтобы я ее увидел реально, понимаете? Ну хорошо. Чтобы мы говорили, вот дороги, как в Европе у нас, вот канализация, как в Европе, вот у нас школа, вот у нас университет, вот у нас заводы, как в Европе. Ну вот смотрите, как поступили румыны. Мы хотели давать... Зарплат, как в Европе. Хорошо, вот как поступили румыны, они как говорят? Мы хотели давать денег, а вот теперь такое правительство, которое он не пользуется, у нас доверием. Вы знаете, это знаменитое высказывание, не хочу сейчас даже повторять. Ну, лохотнюк у них пользовался доверием, понимаете? Да, вот понимаете, сам факт вот такого, такого комментария, и он достаточно от их премьер-министра, в сторону Республики Молдова. Это как-то, мягко говоря, ну я не скажу, что это удивило. Неправда, не удивило. Думали, что как-то взаимоотношения будут тяжело как-то налаживаться, да? Но, с другой стороны, я вижу какие-то шаги, я не знаю, вот как бы, по крайней мере, желание сотрудничать со стороны Молдовы сейчас, со стороны этой власти. А румыны в ответ говорят, то, что они сказали. Это как? Да как? А что с этим делать? Все просто. Дело в том, что в Румынии на сегодняшний день... Но Румыния влияет, говорят, на европейцев. Извините, я уже продолжу. Ну, знаете, как она влияет? Это один из 28, одно из 28 стран. То есть, вот эти вот комиссары из Евросоюза, они не... Еще раз повторюсь, это одно из 28 стран Евросоюза. После Болгарии самая бедная страна Евросоюза. После Болгарии самая коррумпированная страна Евросоюза. И со самым, самой большой трудовой миграцией и миграцией вообще процентом соотношения в мире. В мире. Потому что у них было 24 миллиона населения еще в 2007 году приблизительно. Сегодня у них 19 миллионов. Куда делись 5 миллионов? Они все уехали в Европу на заработки. Если Румыния такая богатая, такая процветающая, почему? Раз, самая большая миграция в мире. Это раз. И два, почему? Внешний долг еще два года назад, я помню, 100 миллиардов евро. Сегодня не помню. То ли 90, то ли 95 и так далее. Почему у них урезаются сейчас тоже все эти социальные выплаты? Заморожены все эти пенсии привилегированные для судей и так далее. Почему у них такая, как вам сказать, такая политическая нестабильность? Там просто ужас, что творится. Я читаю некоторые статьи, что там происходит, это ужасно. Но сегодня в Румынии нет политиков уровня 30-х годов, хотя бы 40-х, уровня Братьяну, уровня других, которые имели государственное мировоззрение, политики государственного уровня. Они мыслят не государственными, не национальными интересами, а узкопартийными интересами. Ведь если бы господин Орбан мыслил бы не интересами своей Пенелетом и интересами Майя Санду, я вам напомню, что Орбан и Майя Санду являются политическими партнерами. Они всегда продвигали друг друга, помогали. Это все знают. Если бы они мыслили национальными интересами, они должны были помогать Молдове, как своему соседу, вне зависимости от политических партий, которые у власти, от политических лидеров и так далее. Продвигать какие-то совместные экономические проекты, совместные культурные проекты. Продвигать экспорт друг друга, помогать друг другу в пассе, в Европе и так далее. А когда мы мыслим узкопартийными интересами, ага, Майя Санду не у власти, значит те, кто у власти плохие, давайте будем их мочить, то страдают граждане Молдовы. Если страдают граждане, то понятно, что Румынии, а в данном случае господину Орбану, наплевать на Молдова, наплевать на этих граждан, наплевать на их проблемы. Им интересно только одно, будет Майя у власти, проголосуете за нем, мы вам дадим кое-что там, а не проголосуете, мы вам не дадим. Вот такое вот, но я вам напомню, что даже эти деньги, которые дают румыны, да, вот говорили про эти 100 миллионов евро в начале, помощь, еще по адгинпу, до сих пор, до сих пор, до сих пор, до сих пор там, в зоне половина. И эти деньги, кстати, тоже не из румынского бюджета, это европейские фонды. Давайте еще поговорим тогда уже, чтобы закрыть этот большой блок, времени у нас очень мало. Если можете, чуть-чуть более кратко отвечайте на эти вопросы, но они тоже очень важны. И позиция россиян, не могу о ней не спросить, смотрите, что происходит в России. И там просто тектонические какие-то сдвиги в российской политике, революционные сдвиги происходят, там и новое правительство, и конституционные изменения. Ну все, вы понимаете, наш это что? Многие политологи смотрят, которые не поддерживают вашу, например, точку зрения, они смотрят и говорят, а, вот интересно, кто сейчас будет отвечать за Молдову? Как это скажется все? Дадут ли денег, что обещали? А, но самое главное даже не это, а вот будут поддерживать Дадона или нет? Ведь до этого же пользовался Игорь Николаевич, большой такой российской поддержкой. Теперь нет, некоторые говорят. Если можно, вот прям так вот кратко, да? Что можно сказать? Ну, они это говорят все 5-6 лет, скажем так, первое. Второе, да, происходит транзит в России, переформатирование власти, политического поля и так далее. Но у власти сохраняется, насколько я понимаю, Владимир Путин. Сильный президент. И президентская сторона, по-моему, сохраняется. У него только за эти пару лет, понимаете, там около 10 встреч персональных были с Дадоном. Только за один год, 8 встреч где-то. То есть отношения между двумя президентами личные, они основываются на двухсторонних контактах. А все остальное уже, кто отвечает и как далее, это уже, как вам сказали, второстепенный момент. Третий компонент, очень важный. Путин мыслит национальными, диаполитическими интересами России. И он является одним из архитекторов Евразийского Союза. И для него все пространство СНГ является полем интересов Российской Федерации. И вне зависимости от того, кто у власти в Молдове, в Беларуси и так далее, позиция, политика, интересы России не меняются. Они сохраняются. И линия в той или иной мере, учитывая, что в Молдове у власти Игорь Николаевич, сохранится та же. Кто будет отвечать, 4 пункт за это? Я понимаю, что там отвечают за евразийскую интеграцию непосредственно господин Козак, непосредственно господин Бабич. Это мегапрофессионал, который показал себя по Беларуси, показал себя сейчас по Украине. Говорят, что они уходят уже в президентскую администрацию и будут оттуда, насколько я понимаю, уже как бы смещается. Конечно, конечно. Просто там многоуровневые, понимаете, товарищи, которые отвечают. Поэтому все даже усилится, я вам скажу, процесс сотрудничества Молдовы с Россией. Взаимодействие. Хорошо. Конкуренты на левом фланге тоже много сказано было. Ну, конечно, больше всех доставляет неудобства. Я так вижу, это господин усатый. Ну, это традиционно уже стало. Вы ему очень часто даже отвечаете, что вы думаете по этому поводу. Но я знаю, что не он один, раз мы готовимся к выборам. Есть еще политики и уже политические какие-то организации. В ком вы видите какую-то конкуренцию серьезную, скажем так? Знаете, дело в том, что сегодня единственная пророссийская партия, и партия, которая ратовала и ратует за Евразес, нейтралитет государственности. И еще раз повторю, единственная, которая имеет сотрудничество с Владимиром Путиным, контакта с Путиным, с Медведевым, с правительством России, с Думой и так далее, это ПСРМ. Сегодня у Усатого видели, у него проблемы в России, у него области на его доме в Рублевке. Появляются в телеграм-каналах информации, что он фигурант, дело 15-20 полковника Захарыченко. Там ставят в ряд фамилии его и Плохотнюка, и Платона. Вы об этом говорите. Да, да, что он фигурант. Он не может возвращаться в Россию, это раз, он там не рукопожатный. Два, он не имеет ни одной встречи на высшем уровне в России, он растерял всех контактов. Поэтому увидим, он едет в Дубай, он поехал в Лондон, он сейчас находится в Лондоне. Он получает помощь в миллион евро от Румынии для модернизации Бельцы. Никогда Бельцы не получали денег от Румын. Никогда. Румыны деньги дают только тем, кого считают своими. Своими, понимаете? И в этой ситуации наша партия, я не вижу ее в парламенте, набрали 3%. Проиграли президентские выборы, набрали 7%, оторвали у нас голоса. Потом проиграли парламентские выборы, понимаете? На местных выборах они взяли меньше городов, чем это было в 2015-м, намного меньше. Да и в Бельцах участие было, как вам сказать, 25% населения проголосовало. Из 100% списка только четверть. Какая это легитимность? Не население, а электорат. Электорат, грубо говоря, да. 25% проголосовало. Какая это легитимность? О чем мы говорим? Поэтому, да, да, проблемы будут. Роль господина Усатова состоит в том, чтобы урвать голоса у Игоря Додона и не дать ему стать президентом. Поэтому сегодня все эти левые партии, которые существуют в Молдове, так называемые левые, будет Апетренко, будет наша партия Усатова, будет АПКРМ. Это проекты в той или иной мере не пророссийские, а антироссийские. И они управляются, с нашей точки зрения, из другого центра, чем Республика Молдова. И они управляются определенными западными силами. И работают на раздробление левого фланга, на уничтожение АПСРМ и Игоря Додона. Потому что у меня вопрос простой. Если ты пророссийский, если ты уважаешь Путина, почему ты раз, мочишь пророссийскую силу, и два, ты мочишь, уничтожаешь друга Путина, Игоря Додона? Почему? Ответь мне на эти два вопроса. Вот и все. Любопытно, у нас получилась с вами беседа, как всегда, очень насыщенная и очень интересно вы отвечали на мои вопросы. Я думаю, есть повод пообщаться еще. Правда. Спасибо вам большое. Очень интересно задавали, наверное, все эти вопросы. Вы вот и похвалили друг друга в конце. Спасибо вам большое. Не похвалишь, не продаж. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода. Спасибо. Спасибо. Игорь Негода. Спасибо.